Сура 52. Гора Тур. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь горой Тур, на котором пророк Муса говорил с Аллахом Всевышним, и книгой, начертанной Кораном, на свитке развернутом, который читают, и домом посещаемым, небесный храм, который находится на седьмом небе, в который ежедневно входит семьдесят тысяч ангелов для поклонения там Аллаху. И после этого они уже туда никогда не возвращаются, и крышей возвышенной, ближайшим небом, вселенной, и морем вздутым, наполненной водой. Поистине, наказание Господа твоего, о посланник, которое обещано неверующим, непременно наступит. И нет для него никакого отстранителя. Никто не сможет сделать так, чтобы это наказание не наступило. В тот день, когда небо, вселенная, начнет сильно сотрясаться, и это произойдет в конце истории этого мира. И горы сойдут со своих мест, рассыпятся на мельчайшие частички, и придут в движение, как облака. Горе же, погибель, будет в тот день возводящим ложь на Аллаха и его посланника, тем, которые лживыми речами и делами развлекаются. Они не задумываются о том, что будет день суда, и что всем предстоит держать ответ перед Аллахом. В тот день они, возводящие ложь, будут ввергнуты в огонь гиены ада, грубым и жестоким толчком. И будет сказано им, «Это тот самый огонь, который вы считали ложью, в который вы не верили, когда вам об этом сообщил Аллах в своей книге и рассказал посланник». И также будет сказано им, «Разве колдовство это? То, что вы видите в этот день? Как вы называли колдовством то, с чем были направлены к людям посланники Аллаха? Или вы не видите своими собственными глазами?» И будет сказано им, «Горите в нем, в адском огне. Терпите или не терпите, все равно не будет облегчено это наказание для вас. Вам воздается только за то, что вы совершали в своей жизни на земле». Воистину, остерегавшиеся наказания Аллаха окажутся среди райских садов и великой благодати, испытывая удовольствие, ощущая радость, вечно живыми, наслаждаясь тем, что даровал им Господь их, и избавил их Господь их от мучений гиены ада. «Кушайте и пейте, блаженствуя, за то благое и праведное, что вы совершали в своей земной жизни, возлежа, облокотившись на ложах, расставленных рядами. И мы сочетаем их супружеством с черноокими, большеглазыми девами, гуриями. А те, которые уверовали и обрели высокие ступени в раю, и последовали за ними их потомство в вере, уверовав, но не достигнув степени своих родителей, мы присоединим к ним, к верующим родителям, в раю, потомство их, воссоединим их с верующими детьми, и нисколько не умалим из дел их награды родителей. Каждый человек является заложником того, что он приобрел, своих дел. Не возлагается грех одного человека, на другого. И добавили мы им, и родителям, и детям, к их райским благам, еще плоды и мясо из тех видов, что они пожелают. Они будут передавать там друг другу кубок с райским вином. Не бывает пустословия от него, от этого вина. И побуждение к греху от райского вина не пьянеют, и не теряется рассудок пьющего. И обходят их, обитателей рая, юноши, которые прислуживают им, которые по красоте и чистоте своей подобны жемчугу, хранимому в морской раковине. И подходят одни из них к другим, спрашивая друг друга о том, как они достигли такой награды от Аллаха. Скажут они, «Поистине, мы раньше, в земной жизни, будучи в кругу своей семьи, испытывали страх, боясь наказания Аллаха, но Аллах же оказал нам милость, наставив нас на истинный путь, и избавил Он нас от мучения в зное, адского огня. «Поистине, мы раньше молили Его, чтобы Он нас защитил от наказания в аду, и чтобы Он даровал нам райскую благодать, ведь Он поистине добродетельный, милосердный». «Напоминай же Коранам тех, которым ты послан, о Пророк. И ты, о Пророк, по благодеянию, милости Господа твоего, непрорицатель и неодержимый бесами, как ложно наговаривают на тебя многобожники. Или они, многобожники, говорят про тебя, о Пророк? Да он просто поэт. Давайте подождем перемены судьбы над ним, когда он умрет. Скажи им, вы ждите моей смерти, да и я тоже вместе с вами буду из числа ждущих. Подожду, когда на вас пойдет наказание от Аллаха». Или неужели повелевают им многобожникам? Это противоречие, когда одновременно называют одного человека и поэтом, и безумцем, их умы. Или же они являются людьми, которые вышли за пределы, в неповиновении Аллаху. Или же они говорят, «Измыслил он, Мухаммад, его Коран от себя». Но они, многобожники, не веруют в Аллаха и в посланного им пророка. Пусть же приведут они, эти многобожники, какой-нибудь рассказ, подобный этому Корану, если они правдивы в своих утверждениях. Или неужели они, эти многобожники, сотворены из ничего, без Творца? Или они сами творцы самих себя? Или неужели они, эти многобожники, сотворили небеса и землю? Но они не убеждены, сомневаются в том, что их и всё остальное создал Аллах, иначе они никому, кроме Него, не поклонялись бы. Или неужели у них, у этих многобожников, находятся в распоряжении сокровищницы твоего Господа, пропитание, пророчество? Или они являются полновластными управителями над творениями Аллаха? Или у них, у многобожников, есть лестница, по которой они поднимаются до неба и слушают речи ангелов? Пусть же слушавший из них придёт с ясным доказательством, которое указывает на их правдивость. Или разве у него, у Аллаха, есть дочери? А у вас, у многобожники, сыновья? Или ты, о пророк, просишь у них, у многобожников, платы за то, что доводишь до них истину от Аллаха, а они отягчены, обременены долгами? Или разве у них, у многобожников, есть знание всего сокровенного, и они записывают его для людей и сообщают им о нём? Или неужели они, многобожники, хотят устроить хитрость против посланника Аллаха и верующих? Но те, которые стали неверующими, таковы, что ухищрение обернётся против них самих же. Или у них, у многобожников, есть какой-то другой бог, кроме Аллаха? Приславен Аллах от всего того, что они, многобожники, приобщают ему в сотоварищи. Причист, чтобы иметь равных себе. И если они, эти многобожники, увидят огромный обломок с неба, падающий как наказание на них, то они всё равно не перестанут возводить ложь и скажут «Это лишь облака, нагромождённые друг на друга. Оставь же, о пророк, их, этих многобожников, пока они не встретят своего дня, когда будут поражены словно молнией, день их смерти. В день, когда к ним придёт смерть, нисколько не поможет им, многобожникам, их ухищрение, и не будет оказано им никакой помощи. И поистине, для тех, кто зло творил, для неверующих, будет в этом мире ещё и другое наказание, кроме этого, кроме мучительной погибели, как засуха, голод, страх. Но большинство их не знает этого. И терпи, о Мухаммад, до решения Господа твоего, как решит Аллах Всевышний поступить с ними и как Он повелит тебе действовать по отношению к ним. Ведь поистине ты, о пророк, на наших глазах. Мы всегда видим тебя и оберегаем тебя от их ухищрений, направленных против тебя. И восславляй Господа твоего, вознося хвалу Ему. Говори слова «Слава Аллаху!» Хвала Аллаху всегда, когда ты, о пророк, встаёшь ото сна. И в одну из частей ночи восславляй Его, Аллаха. И при исчезновении из виду звёзд на заре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова